Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Булаев, первый заместитель руководителя Следственного управления, Следственного комитета России по нашей области. Ну, как вы понимаете, человек самый серьезный, самый солидный. Здравствуйте, Александр Николаевич! Я думаю, мы вас бы никогда к себе в студию так вот запросто не залучили, если бы не было у нас праздничного информационного повода. Дело в том, что 15 января, то есть в самой середине января, мы отмечаем третью годовщину создания Следственного комитета России как самостоятельного следственного органа. Его тогда называли, три года назад, я помню, когда была такая установочная встреча с прессой, еще в вашем ведомстве, как Федеральное бюро расследования какое-то наше, российское. Давайте начнем вот с чего, Александр Николаевич. Почему было создано самостоятельное такое подразделение, которое подчиняется лично президенту больше никому? Ну, если брать суть вопроса и его глубину, понятно, что следствие оно существовало задолго до того, как образовался Следственный комитет как самостоятельная структура. Его корни, да, если брать советское время, они лежат еще в прокуратуре, и там была и прокурорская функция, и функция следствия. Но на каком-то этапе стало очевидно, что необходимо разделить две эти функции, и функция надзора за тем, как ведется следствие, отвечает ли оно требованиям законодательства, и функции самого расследования. Понятно, что когда все это объединено в лице одного человека, прокурора, возникает вопрос объективности всего этого. Сам смотришь, как расследуется, и сам же тут же проводишь это расследование. Поэтому это и мировая практика в целом, да, и мы пришли поэтапно к этому решению о том, что надо разделить эти функции. Это произошло не сразу, это было постепенно, вот семь лет назад. В начале это была структура Следственный комитет при прокуратуре, ну а затем решили окончательно выделить в отдельное ведомство, и три года назад был создан Следственный комитет. Поэтому еще раз обозначу, это произошло не на пустом месте, это практически те же люди, которые занимались следствием, только на сегодняшний день. Подчинение произошло по вертикали, на сегодняшний день мы подчиняемся не генпрокурору, а президенту непосредственно. Требованию времени, я бы так сказал. В принципе, да. Ну, то есть не зря я тут Федеральное бюро расследования упомянул, как какой-то там схожий. Ну, если говорить в целом о структуре следствия на сегодняшний день в нашей стране, то оно многоплановое, и следствие существует не только как самостоятельная структура Следственного комитета, но оно существует и в полиции, там есть свое следствие, оно существует в госнаркоконтроле, оно на сегодняшний день существует в органах Федеральной службы безопасности. Поэтому, как Федеральное бюро, которое воплотило в себя все, так скажем, направления, по которым можно расследовать, на сегодняшний день такого решения окончательно еще не произошло. Поэтому в случае ведется большая дискуссия среди правоохранителей. Понятно, что вот отдать какие-то функции по расследованию уголовного дела еще, наверное, не все готовы, но тем не менее, вот как такая федеральная, если грубо называть, да, больше к американскому стилю служба расследований, пока еще окончательно такого решения не принято. Но вот отдельно стоящая структура от всех обособленная, такая структура, как Следственный комитет, на сегодняшний день существует. Так, с Днем образования я вас поздравлю в конце нашей программы, а сейчас давайте еще не будем забывать, что у нас еще и закончился год, 13-й, да? И есть ли можно вот хотя бы вкратце, хотя бы в целом, в общем, ну какие-то итоги года подвести? Ну, каждый год по-своему разный, но вот этот вот год ознаменовал, что мы работали в несколько, с несколько иной интенсивностью. Вот если брать чисто количественные показатели, то могу сказать, что в производстве наших следователей за 13-й год находилось свыше 1100 уголовных дел в производстве. Свыше 600 они направили прокурорам, и в дальнейшем они были направлены в суд для рассмотрения по существу. Среди них тяжкие, особо тяжкие преступления. А если говорить в целом, кто же смог эти дела, так скажем, перелопатить, то это всего лишь 43 следователя на всю область. Я даже боюсь представить, какая нагрузка. Нагрузка на самом деле колоссальная, и эта нагрузка ежегодно растет. Это связано с тем, что идет поэтапная передача полномочий, расширение нашей последственности, это экономическая категория дел, это и особая категория дел в отношении несовершеннолетних, это и налоговые преступления. То есть мы на сегодняшний день вовлекаемся в все большую сферу деятельности, и нагрузка на самом деле на каждого единицу следователя, она колоссальная. Немногие, конечно, ее выдерживают, но вот те, кто остались, это тот костяк, с которым мы можем работать, и с которым мы можем давать ту эффективность работы, от которой нас требует на сегодняшний день. Ну вот не случайно я в начале нашей программы сказал, что с большим трудом вас удалось сюда к нам залучить, не из-за того, что вы стремитесь обходить прессу страну ни в коем случае, а потому что очень много, очень большая работа. А я знаю, что вы занимаетесь тяжкими, особо тяжкими, но самыми важными, так сказать, делами в вашем ведении. Если можно вкратце о них, о самых резонансных делах. Ну, наверное, может быть, начать вот с страшного преступления в Искоре, когда была вырезана семья. Ну, по этому делу велась, на самом деле, огромная работа, и она велась день и ночь. Понятно, что Следственный комитет в одиночку эту работу не сможет выполнить, и здесь идет работа многих структур. Здесь идет полное взаимодействие с оперативными службами, получение от них информации о реализации, закреплении следственным путем. Здесь большая работа экспертных служб вокруг следователя. То есть, следователь вот в этой работе, он не одинок. Также и на этом преступлении были мобилизованы все силы и возможности, как и оперативных служб, так и следственного управления. Понятно, что вот такие категории преступления, они резонансные, и здесь привлекаются все возможности, в том числе и региональные, и, самое главное, федеральные возможности. Это дело было на личном контроле председателя Следственного комитета Бастркина, Александра Ивановича, и, соответственно, круг наших возможностей, он резко увеличился. Экспертизы, которые проводились по этому делу, проводились в Москве, в Рязани, и проводились в первую очередь, и круглосуточно, я отмечу, что круглосуточно проводились исследования доказательств. Но возможностей, на самом деле, у нас на сегодняшний день много. Раскрыть, наверное, все возможности было бы неправильно, но скажу, что вот за короткий промежуток времени, исчисляем несколькими днями, проведено больше сотни исследований. Я слышал, что там были задействованы сложнейшие, проводились экспертизы, да, и велась очень кропотливая работа, особенно экспертов. Ну, на сегодняшний день возможность излечения, так скажем, следовых доказательств настолько безграничны, да, что излечение этой информации, ну, будем говорить, геномные исследования, микроскопические исследования, да, они на самом деле безграничны, и мы их используем там, где это надо. Ну, я так понимаю, что вот все это, и совместная работа, и в том числе поселения научно-технических вещей, они помогли быстро достаточно распределить преступление. Да, то есть информационная база и массив отработки этой информации был огромен. Ну, давайте вот, если уж мы начали об этом говорить, давайте и продолжим. Вот в 13-м году или к 14-му году удалось ли научно-техническую базу следствия как-то расширить, я не знаю, улучшить качество? Мы постоянно об этом думаем и работаем, и поэтапная модернизация, да, того, что есть на сегодняшний день, она происходит постоянно. В целом работать стали лучше. Например, взять одну цифру, да, у нас на сегодняшний день из-за количества совершенных убийств более 90% раскрыто. Этой цифры не было, ну, в ближайшие 10 лет. Да уж, да, не припомню ее. Да, и такой показатель, его не стыдно говорить и на федеральном уровне, это одна из немногих цифр, которым можно, в принципе, похвалиться. Да, есть нераскрытые преступления, и их количество за 13-й год сократилось вдвое. И по этим преступлениям мы продолжаем работать. В 13-м году, вот из дел прошлых лет было раскрыто 38 преступлений, это те дела, которые считались безнадежными для установления лиц. Но, тем не менее, продолжая работать по ним, анализируя информацию, нам удалось вот 38 за 13-й год раскрыть. Есть наметки и в 14-м году. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!